Итак, данный видеоролик будет касательно моих сделок в рынке драгметаллов. Но я сразу скажу то, что пока я без студийного микрофона, поэтому приходится вещать через микрофон ноутбука. На предыдущем видеоролике из-за этого прилетела куча дизлайков. Господа, не обессудьте, но у меня тоже не 50, не 60 рук, чтобы побежать куда-то там за 100 километров от Москвы. То же самое, да? И ради одного видео покупать микрофон. Я куплю его, но куплю его завтра. Потому что, чтобы мне приехать в столицу Российской Федерации, из того места, где я сейчас нахожусь, нужно проехать минимум 100 километров. Соответственно, пока могу вещать только в таком соотношении, но я надеюсь, что большей части нашей здравомыслящей аудитории больше интересен тот материал, который я высказываю здесь, касательно моих сделок по рынку, касательно макроэкономики, фундаментального, технического, волнового, осцилляторного анализа, обучающих видео и прочее. Соответственно, я хочу сейчас озвучить одну важную тему, касательно грядущего заседания Федеральной резервной системы, которую будет уже, по-моему, послезавтра, и непосредственно указать то, что... А я не побоюсь этого слова, того, что я сейчас постепенно, по чуть-чуть, плавненько набираю физический портфель. Об этом я и раньше говорил, об этом я говорю сейчас и повторяюсь. Я не боюсь говорить про такие вещи, потому что я говорил полтора года назад, то, что в этом сырьевом кризисе, когда нефть стоила там 15-20 долларов, мы увидим через год-полтора нефть по 70. Наши старые подписчики, которые вот меня смотрят, они это прекрасно помнят. Но я лично надеюсь на это. Поэтому я не боюсь высказывать свои обмени касательно рынка промышленных металлов. Потому что мне, в принципе, вот аудитория, то есть вы доверяете, и я, так сказать, в любом случае, когда в сделку вхожу, я вхожу в нее целесообразно, то есть рассчитываю все возможные риски. Риски и возможности. В связи с этим многие, конечно, инвестблогеры боятся свои сделки в рынке озвучивать, потому что они же, большая часть из них продают курсы разные, около рыночные. Соответственно, любой косяк по их сделке в рынке бьет по ним репутационный удар. Но нет, на самом деле, продавать вам нечего, и, честно говоря, продавать я вам ничего не хочу. Поэтому я не боюсь озвучивать свое мнение, свою сделку по рынку. Ну, думаю, это передисло, и вы прекрасно поняли. Смотрите, что касается данного видео, я вам хочу сделать один важный момент, акцент, то есть поставить. Что касается финансовых рынков, помните, что ни одним фондовым, валютным и товарным рынком, да, финансовый рынок ограничивается. Есть еще и рынок драгоценных и промышленных металлов. Соответственно, он, да, немного заувалированный, это как всегда, но либо можно приобретать драгметаллы, либо через слитки, либо монеты, да, либо ОМС, обезличенный металл счет, либо индексный фонд в виде ETF. Но запомните одно, что если вы покупаете через ОМС, драгоценные металлы, да, и промышленный металл, либо ETF через индексный фонд, всегда смотрите на ту финансовую организацию, которую выпускает либо ОМС, это банк в России, да, либо ETF, это финансовая организация. И смотрите внимательно на то, есть ли у них на балансе драгоценные металлы. Я еще раз говорю, что в ближайшем будущем этот вопрос будет стать очень остро для многих финансовых организаций. Запомните это. Поэтому, если вдруг вы, ну, так сказать, решаетесь открыть ОМС, изучите государственные банки, изучите их балансы. И это сделать нетрудно. Просто порыскайте в интернете, либо позвоните на горячую линию, я думаю, вам операторы там по возможности помогут. В общем, выходы разные есть. Просто решение вы должны принимать сами. Соответственно, я лично для себя решил сделать диверсифицированный портфель по промышленным металлам, потому что я прекрасно понимаю, что, скорее всего, послезавтра Федеральная резервная система нам ничего не скажет. Не подтвердят, что вот, инфляция не 5%, а 25%, фактически инфляция в Америке 25%. И я сейчас не вру, я говорю по факту, как есть. Потому что в индекс CPI, в индекс инфляции, да, в Америке, не входит рынок недвижимости. А учитывая все возможные производные товары, которые входят в рынок недвижимости, это пиломатериал, это бетон, это кирпичи и прочее, они в цене активно подорожали, бешено подорожали. Соответственно, если бы рынок недвижимости входил бы в индекс инфляции в Америке, сейчас бы нам показывали уже инфляцию не в 5%, формальную, ФРС показала бы, не 5, а 25. Серьезно говоря, 25. Формальная инфляция 5%, а фактически сейчас 25. Этот фактор тоже учитывайте. Поэтому они на предстоящем заседании, Джером Пауэлл, скорее всего, будет говорить, что все под контролем, то есть инфляция это лишь эффект отложенной базы. Соответственно, КУЕ пока сокращать не планируют, потому что американская экономика пока еще не восстановилась. Но опять же, по их личному мнению, потому что таким большим витком инфляции они пытаются как-то решить вопрос именно государственного долга. На самом деле, Джанет Йеллина, она говорит очень интересную вещь, очень на самом деле важную вещь, это глава Минфина, которая так или иначе тоже влияет на действия Джерома Пауэлла, он же глава ФРС. Она говорит тоже немаловажные вещи в аспеке того, что повышать ставку рефинансирования, то есть ключевую ставку в рамках ужесточения денежной кредитной политики в США, мягко говоря, опасно при государственном долге почти в 30 триллионов долларов. Это реально рискованно, потому что потом рефинансировать кредит будет намного дороже, соответственно, им пока в принципе выгодно держать, придерживаться курса по мягкой денежно-кредитной политике, именно американцам. Ну и пока еще экономика американцев находится в рецессии, опять пошла ситуация с ковидом, начинает опять обостряться, не только в России, но опять по миру. Соответственно, они этим фактором, скорее всего, и будут обороняться от общественности. И говорят, что, мол, рецессия или около того продолжается, ситуация с ковидом тоже продолжается, соответственно, пока программу стимулировать, они сворачивать не будут. Мы это в среду уже нечто подобное услышим. Соответственно, важный нюанс, я вам напомню еще раз, что, опять же, если в этом году ставку в денежно-кредитную политику не ужесточает, процент вставку от ФРС, мы в 2022 году получаем инфляционный выброс. Сейчас мы получаем инфляционный шторм. Дальше инфляционный ураган и инфляционный выброс. То есть, при такой ситуации, в которой находится сейчас мир, инфляция довольно ожидаемая. Вот. Об этом я еще полтора года назад вам говорил, когда разгар рецессии был. Соответственно, и в такой ситуации, давайте перейдем на рынок драгметаллов, есть резон присматриваться к тем, я считаю, драгоценным металлом, которые еще не выросли. Но в данной ситуации это платина, это тоже, к примеру, серебро. Вот. Ну, пока именно они в первую очередь. То есть, платина, серебро. Соответственно, я сам имею долю платины, то есть, физическое серебро имею, да, при себе. И, соответственно, платину в виде ОМС в одном из государственных банков, чей баланс прикреплен напрямую к драгоценным металлам. Что обезопасит деятельность этого банка в ближайшем будущем. С точки зрения макроанализа, я бы сказал следующее, что, а точнее напомнить, что данные два вида промышленных металлов, он же платина и оно же серебро, оно так или иначе будет иметь свое место в промышленной отрасли всей планеты, скажем так. Соответственно, к примеру говоря, палладий, да, сильно интегрирован в автомобильную промышленность. Вот. И, соответственно, в ближайшие годы ему замены не будет. Палладию, да? Но палладий у нас торгуется сейчас на высоких ценовых уровнях, поэтому тут уже брать или не брать, честно говоря, я не могу сказать. Тут уже решать только вам. Я лично делаю ставку на платину и серебро. То есть то, что торгуется пока на своих исторических минимумах. То есть покупаю как минимум на лоях, продавать буду на хоях. Вот. И, соответственно, другой аспект. А именно то, что структурный дефицит данных металлов, в данной ситуации платина и серебра, мы получим уже в ближайшие годы. Вот. Соответственно, как в ситуации и с палладием, рынок будет, данные два вида металла, да и золота в том числе, золото тоже, за счеток не списывайте, рынок будет разгонять на факторе ожиданий, как бы было с палладием в 2016 году, видите? А то время я прекрасно помню. То есть сейчас у нас вон его дефицит, но платина уже выросла в несколько раз с 2016 года. Вот. То же самое следует ожидать и от платины, и от серебра в том числе. К примеру говоря, платина находится на своих около минимумах, над верхней границей боковика бывшего, что, в принципе, я считаю, позитивно. То есть, видите, вот бывший боковичок, цена пробила его по подходящему каналу вверх на факторе инфляционного шторма. Вот видите? Соответственно, с точки зрения волнового анализа, раз, два, три, четыре, потенциал имеется вверх. В этот диапазон. Тысячу триста пятьдесят, в дефиц, тысячу пятьсот долларов за унцию. Но, если мы говорим все-таки про инфляционный выброс, не гиперинфляцию, нет, 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 ни в коем случае не гиперинфляцию, не забудьте про это. Инфляционный выброс, это инфляция в Америке, ну, примерно 10, может, 12% в годовом соотношении. Это формальная инфляция, фактическая инфляция процентов 25-30. Опять же, с учетом того, что цены на те или иные ресурсы будут в дальнейшем дорожать. Ну, и, соответственно, беря учет то, что данные виды промметаллов будут так или иначе котироваться в промышленности, то потенциал мы уже имеем в цене выше текущих уровней. К тому же, канал полос Боллинжера в Платине раскрылся именно вверх. Это плюс. Очень хороший плюс. Соответственно, в рамках первой глобальной волны роста, вот, видите, мы получаем окончание первой волны на уровне 1500. С коррекцией, с тестом боковика, дальнейшим походам цены выше. Ну, и тогда, там, по-другому, то есть четвертая волна, потом пятая вверх. Потому что драгметаллы, они свою роль еще, и промышленные металлы, они свою роль еще в мире сыграют. И я считаю, что ждать этого момента недолго еще осталось. Вот. И чтобы на всем этом хоть как-то более или менее заработать, я считаю, я убежден в том, что необходимо формировать физический портфель. То есть не только там в рынке акций торчать, да, но и иметь что-то вот за пазухой. Что-то из того, что, ну, можно потрогать, можно пощупать, или как-то им электронно оперировать. К тому же, если посмотреть на макроэкономическую ситуацию с другого ракурса, вот опять же, если ФРС, они так и дальше будут говорить, что все позитивно, все хорошо, вопросов нет, проблем нет, то рынок уже не верит им. Это видно. Видно по котировкам, видно по нефтегазовым активам, видно по драгметаллам, по прочим сырьевым товарам, и все, что является проинфляционными товарами. Они растут. Если бы рынок ФРС верил, это бы все не росло, поверьте. Разные периоды времени, кризисные, обвалы рыночные, я прошел, я прекрасно понимаю, о чем говорю. Соответственно, и при инфляционном выбросе, то есть, те металлы, которые сейчас от широкого рынка отстают, они будут обречены потом очень сильно и рьяно расти. Это неизбежный процесс, так сказать. Что касается платина и непосредственно автомобильной промышленности, то спрос на платину в автомобильной промышленности вырастет на 24% в 2021 году. Ну и главным образом, из-за более высоких нагрузок на производство автомобилей для соответствия с целевым показателем выброса. То есть, в основном, это норма Евро-6 и Чайна-6А. То есть, Китай-6А для Китая. А также, из-за увеличения замещения палладия, платины в катализаторах и бензиновых двигателей. То есть, эти два данных металла, палладия и платин, друг друга замещают. Ну, коррелируют, между собой, то есть, в данном виде промышленности. Другой же нюанс, то, что платина это зеленый драгоценный металл, то есть, для нового вида энергетики, который так иначе все равно будет развиваться, я считаю, это неизбежно. Но, опять же, это не только я считаю, я опираюсь на все возможные данные энергетических агентств, государств, государственная политика и прочее. Ну, и прекрасно понимаю, что тренд уже на другие виды энергетики постепенно задается, если его уже не задали сейчас. И, соответственно, платина хороша тем, что действительно сокращает выбросы от транспортных средств, которые помогают, так сказать, на простом языке, обезуглероживать за счет экономии водорода, а также очищать воду. То есть, платина снижает количество расходуемого электричества и увеличивает выход во многих химических процессах. То есть, ожидается, что включение платинов в норматив водородной энергетики будет способствовать тенденциям роста цены на данный металл. Вот. И, соответственно, по техническому графику это прекрасно наблюдается. Ну, и в том числе, также тут имеется рост спроса на ювелирные изделия со стороны азиатских стран. То есть, на данный вид металла в том числе. То есть, даже имеется определенное соотношение платина к золоту, платина к серебру и платина к палладию. Соответственно, платина, это тот самый актив, который торгуется ниже целевых уровней. То есть, он один из самых дешевых металлов, промышленных металлов на планете. Платина. То есть, данный показатель тоже необходимо учитывать. Но и другой нюанс, это показатель М2, денег, которые влиты в систему. Вот видите, это серебро, ну, тоже самое, может прискорреляться с платиной. Эти тоже два вида драк металлов, то есть, промышленных металлов, находятся на своих около минимумах исторических. Вот. Поэтому, я считаю, пока рынок дает, я лично позиции по ним постепенно, плавно, плавно, плавно подкупаю, подбираю. То есть, постепенно выходя из так называемых опузыренных фондовых рынков. Ну, потому что это проинфляционный актив, и рано или поздно сегмент рынка, сентимент рынка, он сыграет тоже немаловажную роль. Когда участники рынка поймут, что ФРС уже всех за уши передернуло, и, соответственно, инфляции быть, причем существенно высокой инфляции, не 5, а там 10%, да, может даже выше, кто его знает, там время покажет, то участники рынка уже будут покупать то, что еще не выросло. Повторяюсь, данная ситуация это серебро и платина. Вот. Ну, и, соответственно, опять же, приходя к тому аспекту, о котором я ранее тоже в своем мнении излагал, это чистка рынка деривативов. Рано или поздно мы ее тоже получим, просто надо помнить то, что деривативы это электронные контракты, это те самые фьючерсные контракты, контракты, которые однят спекулянтам под торги, торговлю, то есть. Соответственно, рано или поздно этот рынок тоже будет постепенно вычищаться, и, как следствие, я убежден в одном, что мы получим переоценку по драк металлам, потому что то, что сейчас демпингует, то есть гонит цену вниз по серебру и платине, это именно электронные контракты. Эти металлы добываются очень тяжко, и с каждым годом все меньше, меньше и меньше. Но электронные контракты цену задвигают вниз. И я сегодня утром в видеоролике показывал один важный скриншот. основные долги, то есть капитализация рынка, это, видите, деривативы. 640 триллионов, внимание, триллионов долларов за последние 40 лет. И рано или поздно показатель он снизится путем сгорания той долларовой денежной массы, которую ФРС напечатали за последние полтора года и печатают до сих пор. Вот это надо запомнить. В общем, сейчас спроса необходимо учитывать так или иначе будущие экономические тренды, а тренды сейчас у нас проинфляционные получаются, потому что, если так подумать, да, еще раз, американцам сейчас невыгодно ставку понимать, ну, никак. С одной стороны, если подумать, это револьвация доллара опять же равно большому счастливому росту процента ставки. То есть перекредитовый долг будет намного невыгоднее и сложнее, чем при ставке в 0.25. Соответственно, к примеру, другой нюанс, что касается, опять же, рынка промметаллов, это то, что реальные процентные ставки США указывают на то, что сейчас более или менее оптимальное время для хранения именно промышленных и драгоценных металлов. То есть, то есть, при, точнее, когда ФРС имеет положительные реальные ставки, драгоценные металлы, как правило, снижаются в цене. Ну, и, к слову, реальные процентные ставки приблизились к 7% в начале 80-х годов, что из-подвигло рынок драгметаллов сильно упасть, пойти вниз. Тут просто много очень макроэкономических факторов, какие необходимо учитывать. И, если вы посмотрите вот на данный график, вы увидите, видите, третий скриншот, вот, даже первый скриншот, реальные трехмесячные ставки, видите, процентные, вот я обвожу, и процентные ставки против цены на золото. Реальная процент ставка минус 4. Трехмесячная, по-моему, минус, да, тоже минус 4. Как бы, с одной стороны, господа, вот, в совокупности макроэкономических реалий, да, многие аспекты, они и подтверждают мое личное видение того, то, что рынок драгметаллов, он рано или поздно просто переоценится. К тому же, еще раз скажу, что, на мой личный взгляд, учитывая макроэкономическую особенность рынка, про инфляционные риски, и понимая то, что американцы сейчас не пойдут, скорее всего, на такой шаг, в виде ужточения ДКП, вот, если они на этот шаг не пойдут, то мы увидим инфляционный выброс уже в 22-м году, то есть, 20-й год, это эпоха пандемии, 21-й год, эпоха вакцинации, 22-й год, эпоха тех последствий, которые сотворили за последние два года центральные банки, а это инфляция, глобальная большая инфляция. Поэтому, есть над чем задуматься, я, конечно же, никого ни к чему не призываю, как и всегда, я и полтора года назад никого ни к чему не призываю, просто давал пищу для ума, вот, наверное, есть смысл просто задуматься над тем вопросом, который я озвучил, ну и, соответственно, который я делал, так или иначе, свою денежную ставку, то есть, на рынок, на рынок промышленных металлов, то есть, то, что еще не выросло, то, что рынок как бы видит, но пока остерегает, что входить по массовому, потому что они ждут сигнала именно от федеральной резервной системы, вот, ну, опять же, ближайшие дни, в ближайшие месяцы, хотя бы, как минимум, до конца 2021 года, дальше посмотрим по ситуации. Ну, и в любом случае, эти дырки прометаллы, они будут в спросе, в промышленной деятельности, это, я считаю, опять же, неизбежно, поэтому, я, в том числе, делаю ставку на то, что и в ближайшие уже несколько лет, образуется дефицит на рынке промышленных и драгоценных металлов, ну, повторяюсь, почему дефицит, потому что, добыча металлов все меньше, меньше, меньше идет, да, спрос все больше, больше и больше, соответственно, в один момент времени будет перелом двух кривых, то есть, линии спроса и линии предложения, когда линия спроса, она будет активно расти над предложением, вот, как происходило, например, с нефтью, вот, недавно буквально, ну, и сейчас происходит то же самое, вот, ну, и как будет, скорее всего, проходить именно с рынком промышленных металлов, поэтому все эти макроэкономические факторы, я считаю, есть смысл учитывать, ну, и, соответственно, сделать какие-либо выводы для себя, потому что только на рынок акций, я ставку делать не могу, рынок акций максимально перегретый, он уже на большей части этого рынка находится на исторических максимумах, Мосбиржа на исторических максимумах, S&P, Dow Jones, NASDAQ тоже на исторических максимумах, ну, и, соответственно, что на около минимумах, повторяюсь, это промышленные металлы, поэтому, если есть резон, возможность покупать, почему бы это и не делать, опять же, на мой личный взгляд, поэтому я, как говорится, не боюсь высказывать свое мнение в этом вопросе, как я говорил, повторяюсь и год назад, что нефть, жду по 70, ну, 50, 60, 70 диапазон, коридоре 20 долларовом, вот, что я говорю сейчас, что серебро я жду по 50 долларов, а платину жду в диапазоне 1700, дефицит 2000 долларов за унцию, вот, а, кстати говоря, с Паладином тоже картина интересная вырисовывается, но про Паладин, наверное, попозже чуть, поэтому, как говорится, если хотите подстраховаться от инфляции, вот, изучите банки, где можно открыть, к примеру, обезличенные металлические счета, но, еще раз повторюсь, учитывайте, что в банке должен быть золото-валютный баланс, в будущем это будет просто неизбежно, это необходимо будет, и чем банк больше, если баланс у него обширнее, он никуда не пропадет, никуда не исчезнет, и, соответственно, с вашим ОМС ничего не произойдет, потому что ОМС, он никак не застраховывается в агентстве по страхованию вкладов, да, до 1,4 млн, страховки там нету, вот, поэтому открывать в шарашкиной конторе ОМС, это довольно рисковое дело, поэтому, если вы вдруг где-то видите, довольно высокий спред, например, 10% между покупкой и продажей в каком-либо банке, да, задумайтесь, вопрос, надо ставить ребром, а именно, вопрос надежности, не выгоды для вас, а вопрос надежности, так, чтобы банк не разорился, так, чтобы потом за счет этого банка заработать на курсовых колебаниях, курсовой разнице тех или иных драгоценных металлов, в общем, этот фактор необходимо, я считаю, учитывать, вот, ну, еще раз скажу, что данное видео никак не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, все решения в рынке принимайте вы сами, мое дело лишь озвучить мою сделку, коль вы этого сами требуете, вот, и повторяюсь, я не боюсь озвучить свои сделки, потому что мне откровенно вам впаривать в принципе нечего, из разных курсов около рынка и пятого и десятого, поэтому я из-за этого никак не переживаю и не волнуюсь, чего боятся многие другие инвестблогеры, если там они где-то вдруг будут неправы в каком-либо активе, ну, у них репутация сразу падает, ну, а у меня нечего вам впаривать, еще раз говорю, поэтому этот фактор учитывайте. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте это телеграм-каналы, в четвертом пункте инстаграм-канал, в пятом пункте вконтакт-группа. На все эти ресурсы подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Ну, и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия наши главные союзники. Благодарю за внимание, до свидания.